Ребята, всем привет! Вы на канале Фигра и здесь, Фигра и там. И я Владимир Александренко. И это мое первое утро в Адлере. Выбрал я вот эту кровать, которая как бы в уголочке, подальше от окна. Спал вот здесь. Все очень классно, мягко, спал очень сладко. Единственное слышно из коридора, когда уходят жильцы, ну это вот беда всех гостиниц, а то иногда даже в квартирах такое бывает. Сейчас я собираюсь на завтрак. Выходим с вами на балкон. Смотрите, какая красота. Солнце уже поднялось на востоке, 15 градусов сейчас. Внизу пальмы, бассейн. Но бассейны здесь сезонные, они неподогреваемые, то есть только летом. Вон там около пруда я вижу кучу чаек. И вот там где-то, судя по карте, находится ресторан. Завтраки уже здесь включены, то есть опции без питания нет. Обедать и ужинать вы можете где-то в других местах, либо зайти в этот же ресторан. 300 рублей шведский стол. Ранний завтрак здесь с 5 до 7 утра. Обычный завтрак с 7 до 11 утра. Обед с 13 до 15. Ужин с 17 до 21. Мне обед и ужин здесь особо не нужны. Я буду обедать в центре, в городе. А завтрак, конечно, буду ходить. Это очень удобно, чтобы нигде не лазить. Сразу проснулся, сходил и уже поехал по делам. Сегодня обещают до 18 градусов, солнце. Даже вообще не верится, что вот такое происходит в российских субтропиках. Воздух потрясающе чистый. Море я, кстати, вижу. У меня кусочек видно, но, к сожалению, камера не передает. Прям вот дышится в полную грудь. А все это обошлось мне вместе с перелетом из Москвы туда и обратно. Проживанием в этом отеле в течение недели на завтраках. А также медстраховка с опцией ковид всего лишь за 5000 с копейками. Подробный отчет о перелете и заселении смотри в первой и во второй серии. У меня седьмой этаж. Лифт пришел достаточно быстро. Всего 8 этажей. Иду по территории. Территория, кстати, очень-очень ухоженная. Все в каких-то ландшафтных фигурах, прудах. Вот он мой корпус. А вот на седьмом этаже, прямо на углу, мой номер. Посмотрите, сколько здесь чаек. Вон сидят. Вообще ручные, никого не боятся. Уже к людям привыкли. Бьет вот такой фонтан. Вон там у них посередине домик. А вот здесь слоны. Это папа-слон, это мама-слон. И вон маленький слоненок. Тут целая такая семейная идиллия. Все так цветет. Даже не верится, что это вторая половина декабря. Везде вот такие вот карты. Потому что достаточно отель большой, чтобы не заблудиться. Здесь на главной площади стоит уже елка. И вот он ресторан Брудершафт, где проходят обеды, завтраки, ужины. У кого что включено. Но еще раз повторяю, завтрак включен у всех. Все остальное за дополнительную плату. По желанию 300 рублей. Обед, 300 рублей, ужин. Здесь шведский стол. Ну, идем смотреть. Вход в ресторан исключительно по карточкам. Сосиски, макароны. Это какая-то запеканка. Наггетсы, омлет. Если в подносе заканчивается какая-то еда, тут же приносят полный поднос. Овсянка на воде, манка на молоке, йогурты, сухие хлопья, наггетсы куриные, тыква запеченная, даже яблоки запеченные, морковная запеканка, мед, сметана, мандарины, яблоки и вот всякие кексы. Чай зеленый, чай черный, майский, сахар, лимон, соки, мультифрукт, компот из сухофруктов, эспрессо-американа-капучино и мне для чая вода. Вот так это все выглядит. Это второй этаж, внизу еще первый. Я присел вот сюда. Так, ребята, смотрим, что я себе взял. Взял три наггетса, помидорчик, сыр. Это омлет. Это запеканка, яйцо, картошка, чай. И два вот таких пироженка. Они просто уже ручные. Вообще никого не боятся. Мои первые впечатления. Вот вы знаете, когда куда-то едешь, читаешь отзывы и думаешь, едешь на каторгу. Что только не пишут в отзывах. И комбикорм для свиней на завтраках. И народу не протолкнуться ешь стоя. Не знаю. Вот сейчас вам докладываю. Вы и сами все видели. В принципе, для уровня такого отеля все нормально. Есть что выбрать. Есть что покушать. Я даже ходил за добавкой. Мне понравилась вот эта вот запеканка. Яйцо, картошка и под сыром. Не знаю, что люди едят на завтрак, потому что отель бюджетного класса. Соответственно, сюда и люди приезжают определенного уровня. И когда вот пишут такие вещи в отзывах, мне интересно, что едите вы на завтрак. Ананасы, рябчиков, крабов. Вот вы знаете, я работаю уже восьмой год в туризме. И хочу вам сказать, чем бюджетнее турист, тем больше понтов и требований. Чем богаче турист, тем никаких проблем. Вот честно вам говорю. Нужно просто понимать, куда ты едешь и сколько денег ты заплатил. Простите меня, 464 рубля я заплатил в сутки, и то потому что я один. А если вдвоем, то это вообще там около трех сотен. И вы получаете проживание в Адлере со всей инфраструктурой. Завтрак, страховку. Да вы вообще посмотрите, какие цены в Сочи. Их близко, таких цен нету. Это как из какого-то сна. Поэтому не знаю, все очень отлично. И вот даже смотрю по народу, очень много возрастных пар. Очень много пар с детьми, потому что рядом Диснейленд, это Сочи парк. И очень прям вот видно обычных, простых, бюджетных туристов. Это вот прям самый демократический вариант. Всем советую. Без понтов. Детская площадка здесь. Все кустарники очень красиво подстрижены. Но территория прям очень ухоженная. И очень-очень огромная. Как я обожаю вот эти карликовые пальмы. Они мне нравятся намного больше, чем высокие. Знаете, вот как ананас. Вообще супер. Мне очень нравится. Обалденное место. А вот посмотрите, девятый корпус, восьмой, седьмой. У них вид на горы. А мой вот он, десятый. Я сейчас возвращаюсь в номер и решаю, куда мы с вами сегодня пойдем гулять. Отправимся мы с вами в местный Дендрарий. Самый старинный парк в центре Адлера Южные культуры. Но это будет в следующей серии. Подписывайся на мой канал, жми палец вверх и оставляй комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok